Всем приветик! Не знаю, когда выйдет это видео, поэтому буду немножко датировать. Сегодня 26 января. У нас по-прежнему стоит ёлка. Сегодня, вот уже скоро должна приехать моя мама. Сегодня Виши нас пригласили на такой совместный ивент для мам и их дочек. В общем, я недавно проснулась, сейчас хочу пойти помыть голову и заодно покажу вам свой дневной уход в Инстаграм. Я часто его показываю, но знаю, что здесь далеко не все у меня в Инстаграм. Вот, так что давайте пойдем вместе. Я покажу, что использую, что мне сейчас нравится. Так, я сейчас мыла волосы, используя вот эту, кстати, линейку от Виши. Деркоз мне очень-очень сильно понравилась. Чего не скажешь, вот я использовала только что шампунь и кондиционер. Оп! Чего не скажешь про вот эту вот маску от Керастаз. Несмотря на то, что я буквально, можно сказать, еще недавно молилась на Керастаз, то вот эта вот маска, она идет для сухих волос. Вот она для меня оказалась слишком-слишком тяжелая. И я ее буквально 2-3 раза использовала. Каждый раз на следующий день волосы такие уже, как сосульки. Так что действительно надо использовать именно по нужде, скажем так. Так, ну и что ж, сейчас я буду умываться. Смотрю, что вчера я тушь плохо вытерла, не до конца осталась. И с утра я обычно для умывания использую пенку. Это у меня либо вот такая вот от Guerlain. Очень классная, очень нежная, приятная, мягкая пенка. Либо же так, чтобы не упала. Вот такая вот от Valmon. Тоже очень нежная, очень приятная, очень аккуратная и деликатная. Охищает, как самостоятельно. О, бабушка приехала уже с Иваном, он забрался и взял. Как самостоятельного этапа ее не хватит. Ну, то есть в плане там смыть макияж или еще что-то. Но для утреннего макияжа, для утреннего умывания походит идеально. Да, ты довольна, я так бабушку ждала. Вот так, ладно, пойду поздороваюсь, буду умываться, покажу вам дальше, что буду использовать. Ну, я, конечно, с утра, да еще с этой штукой полотенцем на голове, ну просто красота неземная. Ну да, можно же, как говорится, чем богато, тем и радо. Теперь я буду на лицо наносить, на чистое лицо. А я не наносила метоник сейчас, ничего. Вот такую вот буду капсулу от Бобор, капсулу, ну как эту, ампула. Я вам когда-то показывала, это у меня с сайта Октали пришло. Вот, вот, вот так вот она выглядит, ну как обыкновенная медицинская капсула. Классная какая-то такая штучка идет, пимпочка. Надеваешь, легко ломаешь. Вот, и ее надо все содержимое, но всего содержимого для меня реально очень-очень много. Я всегда наношу половину, не знаю, конечно, насколько она остается действенная там в течение суток или до вечера. Так, их выделяю по рукам и теперь по лицу. Здесь высококонцентрированные такие как составы. Это не эссенция, не сыворотка, они такие более витаминизированные. Так, все нормально, все живы. В общем, пока я только что сходила, но все моментально впиталось. После него советую наносить свой обыкновенный ежедневный уход. Я сейчас использую вот такую вот сыворотку от Шесейда. Тоже очень классная. Это линейка Бонифианс. А я, кстати, об этой линейке тоже очень много слышала. Положительный отзыв. В общем, она действительно неплохо, я так замечаю. Во-первых, увлажняет, это понятное дело. Но она еще и справляется с моими морщинками. Не могу сказать, что прям огромными. Хотя вот здесь, вот в этой части, когда надлываешься, и вот эти вот штуки прям такие борозды. Прям очень сильные. Но, как говорится, и 31 годик-то они за горами. Поэтому чего уж там ныть. Надо идти что-то подкалывать. Просто ухаживать за собой. Вот. После сыворотки я наношу обычно, если это днем, то какой-нибудь легкий крем. Потому что, чтобы наносить уход, может скататься. И это чаще всего я все-таки использую вот эту вот сыворотку от Clorans. Очень тоже классная сыворотка. Как видите, тут ее совсем чуть-чуть осталось. И ее даже, кстати, визажист Clorans советует, если у вас кожа шелушится, добавлять буквально одну помпу в ваш тональный крем. И тогда он будет это все сглаживать. Также я не советую добавлять его в консилер. Вот. Неплохой крем дневной. Вот такой вот от PAYO. Он с таким легким светоотражающим эффектом. В частности, больше даже вот крем под глаза. Но одно но есть, потому что не со всеми тональными основами дружат. И иногда все-таки начинает скатываться. А поскольку мы сейчас идем на мероприятие, и мне нужен стопроцентный результат, то вот Clorans вот прям точно не подведет, я знаю. Я наношу обычно тоже так 2-3 помпы на руку. Растираю между ладонями. И прикладываю на лицо. На лицо и на шею. Если я в халате и достаю до декольте, то на него тоже наношу, а так до декольте. Если повезет, то достается в основном только вечером. И сейчас еще нанесем крем под глаза. Крем под глаза я, наверное, тоже сейчас буду использовать. Это шоссеиду. У меня здесь целые 4-5, 5 банок стоит кремов разный. И, наверное, я тоже, да, нанесу. Или по емнести. Давайте, наверное, на глаза нанесу по емне. У него такой небольшой светоотражающий эффект есть. Я, по-моему, с очередью доделала в инстаграм, добавляла. У него достаточно плотная такая текстура. И наношу на облазь вокруг глаз. Сейчас еще на волосы нанесу масло от керостаз. И будет подсыхать. У меня волосы высыхают самостоятельно. И, кстати, я даже у парикмахера, когда была, смотрела волосы, говорит, волосы очень хорошо у вас выглядят, очень в хорошем состоянии. И сразу такой вопрос, вы волосы не сушите, наверное, феном? Я говорю, что нет. Ну, стараюсь насушить, если сушу, то крайне редко. Знаете, вот уже говорят, что современные фены, они там не высушивают волосы, они там обогащают добром, золотом и счастьем. А в итоге, видите, все равно парикмахер спрашивает, использую я фен или нет. Масло у меня вот здесь. Вот это вот от керостаз тоже. Но тоже он сейчас достаточно сильноватый для меня. У них есть более такая еще легкая формула. Он, по-моему, так и называется, эликсирует тимлайт. И салатовенький у меня когда-то тоже был салатовый, мне тогда показался, что очень легкий. Так, ладно, пошла я теперь попью кофе, буду собираться, покажу вам, может быть, потом буду делать макияж, если успею зарядить камеру. Вот она начала разряжаться. Так, надеюсь, вам было интересно, такой небольшой гайд, по-моему, уходу за лицом. Всем приветикам, приветикам, можно с вами здоровая лица. Вот такой вот я сделаю свой макияж. Сейчас мы уже приехали на мероприятие. Маму красят, рассказываю там сейчас такие про темы, скажем, для женщин 45+, паузы, эти всякие, ремоксы и такое. Вообще рассказывали про массаж лица. И сейчас, в общем, мама пошла на макияж. Надо здесь будет сейчас пару интересных мастер-классов, немножко потихоньку поснимаю. И тут вдруг она, вроде как, не запрогоняется, а беременности не наступает. Ее, вроде как, не устраивает, в общем-то, да, но это симптомчик, когда уже нужно понимать, что происходит, что происходит уже из нашей жизни. С ней-то все хорошо, а вот после дней совершенно старая. Это разработано под тип кожи. Очень люблю мицелляр-кубиши, сейчас как раз заканчиваю. То есть на работе ее мицелляр, начальник ребенка, начинаются ссоры, начинаются конфликты. Эту женщину можно определить. Когда кто-то входит в билет, вот этот ход, это вот просто из общей массы его можно вынуть. Это человек, который начинает спорить по любому поводу. Это человек, который начинает отставить свое мнение по любому поводу. Это человек, это вот, ему нужно, вот, ему обязательно нужно как-то показать. То есть это вот те стервоначальницы, которые начинают терроризировать весь коллектив. Это очень сложный период, и открываются все наши возможности для профилактики. Всего того, что развернется дальше. А здесь дальше потом будет такой небольшой мастер-класс по созданию букетов. Класс тюльпанчики. Прям совсем уже весна-весна. Когда на прием женщина приходит муж, который где-то что-то слышал и говорит, доктор, сделайте что-нибудь. Если бы я эту женщину не знал 20 лет, я бы на ней никогда не женился. То есть сделайте что-то. Я понимаю, что с ней что-то происходит, то есть этой женщине надо помочь. Второй симптом, который сейчас выходит даже на первое место, это курогенитальная атрофия. То есть женщину начинают беспокоить. Сейчас будем делать такие букеты небольшие комплименты с розочками и моими обожаемыми тюльпанчиками. Тюльпаны для меня, конечно, всегда. Это тоже такой знак весны. Мама уже свой сделала. Пошла пить кофе, как за дядя я. Так, ну в общем, из разряда я художник, я так вижу. Вот у меня вот такой вот букет, как будто малыш на выписку. Так, а мама пошла проходить всевозможные активности. Что тут рассказывают? Рассказывают... О моей обезвоженной коже. Мама, я тебе столько кремов передаю. Что делаю, они вам понятны? Видишь, что это самое, они не хотят работать. В принципе, у вас кожа от нас. Можно? Да, дать, это тебе. Держи, малыш. Я для тебя такой букетик сделала. А где? А? Где? А с бабушкой ездили на презентацию на такую. Как тебе? Красиво. Понюхай. Пахнет? А, понюхай. Твои любимые тюльпаны. Да, а что там еще за цветочек, кроме тюльпанов? Вот этот? Да, знаешь, как называется? Это тюльпанчик, а второй, вот этот по серединке, который, знаешь, как называется? Нет. Это же розочка. А, вот она без колючая. Злата. Поскольку я вам не успела нормально показать макияж, так что и там... И чем я его делала? Давайте покажу вам его сейчас. Я тут волосы немного убрала, но вообще они у меня, если что, вот... Чтобы они не мешали. Кстати, я пришла и сняла сразу сережки, потому что это ухо сняла раньше, не смогла носить, очень больно, очень тянула. Здесь было нормально, но когда сняла, оказалось, что у меня... Помните, я вам рассказывала, что я только в прошлом году проколола себе повторно уши. У меня уши были проколоты в 12 лет, в общем, ничем хорошим это не закончилось. И вот я их проколола в прошлом году, и получилось, что ухо прокололи мне в то же самое место, вместо как бы шрама. Не для того, чтобы как-то она сказала, чтобы новых дырок молнии делать. И в итоге у меня дырка опять вот... Ну, короче, ладно, мне кому-то интересно. Но вот отсюда съехала вот в самый низ, и у меня буквально вот сережка теперь висит на самом волоске, если можно так сказать. Вот поэтому не знаю, может быть, придется потом со временем опять перекалывать. Вот эти вот сережки с белым золотом единственные, которые у меня в принципе не вызывают никаких реакций. Потому что вот эти вот, которые даже были медицинские, которыми прокалывали, у меня с ними уши не заживали, и они побаливали все время. А вот как только переодела на это белое золото, все стало окей. Так, давайте я вам покажу, с чем я делаю сегодня макияж. На лице у меня вот такая вот тональная основа от Lancome. Очень мне она сильно нравится. Фокус то, что не хочет появляться, мне не нравится. Вот. Единственное, что у меня может быть не совсем подходящий оттенок, у меня 160 Ivory. Мне кажется, она все-таки с розовым подтоном немножко, и она окисляется на лице, поэтому я ее растяжку сильно делала. А здесь же ведь ворот сильно не сделаешь, потому что будет весь в тональной основе. Но так, кстати, на камере смотрю особо не видно. Брови я оформляла при помощи вот этого вот, считай, даремного карандаша с Lady Makeup от польского бренда HEN, который 150 гривен очень мне нравится. Закрепляла вот такой вот тушью для бровей от Givenchy. Выглядит она с контактами приглядненько, уже так потемнело. Мне эта тушь нравится, мне в ней очень удобная чёточка. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот таким вот образом она выглядит. Она очень-очень удобная. Она поудобнее, скажем, чем в моем любимом стайлере для бровей от Lancome. Но она хуже фиксирует, чем тот стайлер. Тот прям так железобетонный на весь день, считай. А эти такие брови всё-таки более подвижные. Так, что у меня здесь такое, как пятно какое-то? Ну, кстати, вот, получается, в каких-то местах эта тональная основа немножко собирается и даёт такое, как... Вот здесь вот вроде как пятна, хотя здесь вообще ничего не вижу. А здесь получается такой, как небольшой вроде бы прыщик. Издалека кажется, какие-то рога растут. Серьёзно, ужас! Собственно, как румяна я использовала вот эти вот третий оттенок от Clorance. Оттенок от Clorance классный, очень румяна. Единственное, что они могут немножко пятнить, поэтому кожу нужно хорошенечко зафиксировать, в общем-то, пудрой. И убрать всю липкость, потому что останется пятно. Обожаемый мой хайлайтер. Я его просто-просто обожаю. От Lancome. Бедненький уже упаковочка вся так затёрлась страшненько. Вот так вот он выглядит. Я его тоже уже миллион раз показывала. Я в фаворитах и везде. Dual Finish Highlighter. Вот такой очень красивый. Он прям вообще обожаю его. Такой классный. По-моему, хайлайтерам не да побольше, побольше. Бронзер я использовала от Pure Cosmetics. У нас она не представлена, поэтому я не переносила. На глазах у меня тушь новинка. Вот так вот выглядит эта тушь. Сейчас покажу, здесь классная щёточка. Очень классно распределяет, вообще прокрашивает. Вот так вот в старые былые. Сейчас маме буду отдавать свою старую камеру, говорить, посказывают YouTube-канал и снимают продачи. Вот, в общем-то так. И на глазах у меня тени. В уголке глаз у меня из вот этой вот палетки Наташа Динона. Кстати, слышала, что вот миниатюрки не такие удачные, как полноразмерные. Не знаю, какие полноразмерные, но я влюблена в вот это. Она, мне кажется, одна из лучших тех, что у меня есть. У меня вот этот вот оттенок. Да. Мам, смотришь, а бабушка тоже мне прилижала. Кого? Да, тебе. Вот этот вот оттенок во внешний уголок глаза. Я вот этим вот подтушевывала. И из этой палетки тоже я брала так, от которой от Марк Джейкобс. Вот эта вот красотуля. Брала вот этот вот оттенок. И вот этот наносила во внутренний уголок. И так на подвижные века. И потом пальчиком и мокрой кистью наносила вот этот. Он очень красивый, но тяжеловато набирается. Он тоже такой немножко дохромный. Мамородные. Ой, это я ногтем кулю. Блин, ногтем зацепила вот только что черный оттенок. Тут насыпала себе на белый свитер на ноги ад. Ну, оттенок очень пигментирован. Блин. Сейчас пойду отмывать. Ааа, кошмар. Вот так вот выглядит. Так, убираем мое лицо. Видите, солнышко сейчас. Вот, кстати, если говорить о черных тенях, об их пигментации, то она вот такая вот. Так, ну что ж, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. А то я вечно снимаю кучу приветствий и ни одного прощания. Так что спасибо огромное всем, кто продолжает смотреть мои видео. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Давайте дружить. До встречи в следующих видео. Пока-пока.